Продолжение следует... 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 мастерской рок-шопа такого то есть публики там немало публики там мало а чтобы сказать сочинят совсем мало где-то там 60 человек но я сошлюсь на это есть и нет но это 3 по которому держал что хорошие консерты эффект от него происходит когда количество аудитории равно 15 теряя двумстам двумстам человеком человек и денисом а вот я хочу задать еще один вопрос а вот данный фестиваль последний индюшата это было как бы предисловие к индюкам которые намечаются или это совершенно самостоятельная акция ну хороший вопрос хотя вместе с тем и сложный надо наверное нырнуть в историю этого всего потому что и серёжа и я в общем то мы в первую очередь как-то больше пешим чем организуем фестивали я правильно говорю ну когда как родно очень спонтанно вот и быть на это был быдлый 89 когда такая известная группа для которой водопад было в своем абсолютном топе значит совершенно непонятно почему значит я сделал концерт этой группы в основном зале собственной школы надо все было очень экзотично потому что барабанщик начался на каких-то картонных коробках все через 35 д.с. и утерители политики со времен политики военного коммунизма ну такой вот первый опыт был очень интересная реакция окружающих начинают уборщики качая уважаемой администрации а вот а потом как-то возникла возможность в твери сделать фестиваль такая была первая попытка и хоть он неким комсомольским давлением был дебильно назван антистит рок-н-ролл одно было страшное какое-то название лео гончарову сайт не нравилось хотел назвать там анти рок-н-ролл тем не менее то есть вот тогда наверно подсознательно уже как это вырабатывалось концерт то есть теперь были вытащены и от хороших дробь которые до этого просто не имели войсных концертов в частности на индустрии рот-ролл бессмертный иванов даун играли свои первые годы в концерте в частности тот самый иванов даун которого мы сейчас и послушаем итак иванов даун записи сложных певиков до сих пор все 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 вы это не не да а А вы меня поправите. После дауна, что? Хорошо, скажи. Да еще что-то. Убращайся. Сережа, следующим идет, скажи. А, мостик идет конкретно на этим дешатом. На этим дешатом. Да, и заводим дальше слой. Сережа, вот это Сережа, да? Я уже понял. А можно звук делать бы все громче? Ну, а зачем? Сережа, вот эфир, вот эфир, вот эфир идет. Вот то, что в приеме случилось. Я скажу, что после этого сразу что еще. Скажите, скажите, что я. Да, мы сейчас скажем. Облезает у нас все музыка по времени. Это группа, выступавшая в прошлом. Это совершенно не знаете. Это просто студентерян. Но надо вспомнить, сказать, что это была последняя вещь в программе Иванова Дауна. Там, кстати, она прозвучала, по-моему, еще были мощно, зловещая и монументальная. А после нее там начался величайший концерт группы инструкции по выживанию. Я думаю, что это был последний великий концерт в истории мирового рок-н-ролла. И больше ничего уже не будет представим в этой жизни. Вот. Как выяснилось, микрофон АКБ там не настолько прекрасен, как, я думаю, раньше. Поэтому если я что-то сказал, написание было слышно. Хотя там были очень концентральные помещения, мы не будем к ним возвращаться. А дальше вот как раз от языков логично перейти к Индюшатам. Причем, наверное, концепция будет такая. Такая же, как и была с Иванов Дауна. То есть прослушивание студийных фонограмм, групп, которые играли на фестивале Индюшата. В том хронологическом порядке, фактически, в котором они там и играли. Вот, наверное, в этом будет какая-то историческая закономерность. Ну, единственное, с одним единственным концептуальным отступлением, о котором уже потом, когда от него дело дойдет, скажет Шишура. Пока что же, значит, вот что Шишура скажет пока что. В зависимости от вопроса. Ну, и так, от юбилков прошлогодних мы переходим к Индюшатам. Эти Индюшатам проходили, теперь уже две недели назад, как я говорила, и проходили они в Орехово-Зуево, в ДК хлопчатобумажного комбината. Представьте себе, дорогие друзья, эдакое старое-старое здание, воздвигатель еще стал изморозом. Здание, в котором теперь вот обосновался в ДК хлопчатобумажного комбината. Ну, и, наверное, стоит начать действительно с той группы, которая первая шла по порядку. Саша, первая выступала, по-моему, группа «Дачный слэп», поскольку ты это организатором фестиваля, ты, наверное, что-нибудь скажешь. В общем, передача наша сегодня будет, дорогие друзья, проходить в таком ракурсе. Мы посвящаем музыку, которая крайне редко звучит на волнах независимой языкальной радиостанции, а сейчас у нас в гостях очень и очень компетентные в этом отношении люди. И вот я попросила бы Сашу рассказать немножко о тех Доках, в котором выступали в ДК хлопчатах. Саша, что-нибудь о Дачном слэпе, поскольку он идет первым в каниологическом порядке. Ну, вот тут Горьб рвется. Ну, рвусь, это громко сказано. Шура Циник, если он определил мои позывы именно этим термином. Ну, Дачный слэп, он просто имел место в одной гримерке с нами и запомнил с тем, что в этой группе играли там два слоноподобных человека, которые, тем не менее, были такие достаточно веселые слоны, такие гигантские керамилы, которые уже жизнерадостно вносили в гримерке, и там, до конца, вступили в два слона. И создавали такую вот атмосферу, какую-то мегаломанское непринужденность, что Робин. Такое непосредственное перемещение в пространстве очень крупных мат человеческого тела. Он, с одной стороны, вот, сказал, что могут ошибиться, а с другой стороны, вот, такие демы разникли видом. Кто сказал, что из-за этого шура? 19. 19, да, шура, 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 шура. Да, а вообще, группа, она такая довольно шестриническая. Плюс ее в данном контексте будет в том, что она достаточно фанатично приехала в Орехово-Дуево за сутки с начала фестиваля, провела там ночь, и всю ночь строила звук, было получено. Поэтому, вот, она там достаточно уникально подключала. Вообще, звук был ужасный. Да, не самый лучший, если говорить мягко, говорить, наверное, мягко, потому что, благое все таки. Не привезли операторов, да, не привезли, ни Андрея Флесарева привезли, ни Шуру Букина. И Антона Батузнова попросили, вот, плохо, к сожалению, не поэтому он тоже не приехал. Сейчас он уже намного круче, чем в ту пору, когда, как не попросит, он приезжает. Сейчас он уже набрал такую личностную мощь, там, бед, авторитет в известных кругах, и просить его надо более тщательно, вот, мы заметны, прочим, организаторам. Ну, а, наверное, сейчас, вот, уже пришло время завести фанаграмму Дальфон Слэпа. Неборок, еще, да, вот, я хочу сказать еще то, что это будет просто первая фанаграмма на Бабине, я даже не помню, какая она была, просто из технических соображений, так сделать проще, то есть это вот такой будет эксперимент, я совершенно не помню, какая там первая вещь, можно это описывать, вот, с провалами, сейчас вот это мы все выясним, ну, вот, что там, еще два слова. Я вообще с удивлением смотрю, что мы, оказывается, немножко волнуемся, потому что уважаемый и всегда компетентный Сергей Геннадьевич совершенно забыл сказать еще об одном и самом-то присоединительном флэпа, это, о продюсере этой группы, это Света Ячанинова, такая восходящая звездочка русского андеграундного менеджмента, трогательной рыжей челкой, трогательной рыжей челкой и не менее трогательной джинсовой мини-юбкой, которая продюсирует эту команду и вообще, в общем-то, у него такой вектор на 16-летних музыкантов, дачных флэпа, двор-бэк, что-то еще. И если говорить о выступлении дачного флэпа, ну, вот первым выступать всегда нелегко, но тут они мне чем-то напоминали небезызвестный Jefferson Airplane, который перед выступлением 19 апреля 1969 года на фестивале в Бурстоке ожидали своего выступления в 17 часов. То есть этот факт зашел в историю, ну, и дачный флэп примерно приблизился к ним во времени ожидания своего концерта. В целом, все прошло очень мило. Такой вот динамичный стёб с элементами шоу, но хотя стёб это, по большому счету, не всегда много, но давайте послушаем. Дачный флэп в Москву. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ШИЗОТЕРАПИЯ ШИЗОТЕРАПИЯ Что дальше мы можем? Так, дальше идёт. Скажешь, вот когда мы договаривались о передаче, Саша сказал, что нужно бы побольше вводить академичность из Кианида. Давай, Саша, что-нибудь академичное про группу «Дачный флэп». Я вот о чём задумался, вот с трудом Бурю сразу ко сну повернулся, то есть он как бы ни при чём, как ты заст на мой удар на меня идёт, значит, я предлагаю групп ещё много, то есть если мы это каждый будем пережёвывать, то до самых звёздочек, наверное, и не доберёмся, просто переключимся на следующую группу. Следующие мигаи-то у нас выступали. Группа «Черехват». Человек, пересечь на другой стульчик. ...два часа до нашего эфира. Мы смотрели видео на душах, это было замечательно. Группа «Черехват» здесь очень, очень колоритный столик. Вы можете себе представить это, как правило, неудачников в золотой рубашке, в железке, в каратном беринке. В общем, группа замечательная, очень интересная. Но я думаю, Саша, что он тут более компетентно, а не у нас, как мы можем сказать, наши твои впечатления, они у меня, наверное, очень-очень серьезные. Итак, да, смотрели мы ещё песню, вернули видео, как сказать, видео, мы видим версию филиса, под видео к убиванию. Кресня тоже очень интересная. Саша, ну вы скажи, что-нибудь. Ну, про «Черехват» я хочу сказать, заряжённого владеть, если у меня нет. Ну, конечно, конечно. Нет, что-нибудь на самом деле. Значит, тут два слова хочется сказать. Вообще про феномен качества рока, потому что у таких настоящих сосажей зубов русского рок-эндеграунда, что коллекционируют слухозатисленные, там, демозависи, на пятиконтре и так далее, так как всегда атмосферовался с таким пендувым политроком, такие вот Чернецкие, группы ГПД, КСУП, противовес и так далее. Чернецкая – это довольно экзистенциальный политрок всё-таки. Тяжело очень, да, что ты как условия. Продолжаю. И вот в какой-то момент, ну, был такой там очередной рок-клуб, из Кайковской, Рок-эндеградский, Рок-клуб, Дениска, Министерский и так далее, и так далее. Вот в какой-то момент нашлись люди, которые объединились совершенно иной идеей и начали играть музыку с вторым, вот таким вот, как фоум-лайбовым, означаемым поднимательным, перешла про группу «Товарищ». Ну, я вот искренне считаю эту группу, группой номер один, из неоценённых критикой и всевозможными специалистами. И, в общем-то, если нужно, обещать своими именами, эта группа просто не выжила вот в нашей, грубо говоря, инфраструктуре рок-эндеграунда. И вот после того, как группа распалась, сыграв на двух-трех фестивалях, она распалась не просто так, а распалась со звоном на три бриллиантика, на три новые группы, которые организовали фундамент так называемой харьковской новой сцены, а именно группа «Казма-казма», группа «Чужой» и группа «Эльда», которые, ну, пусть меня обвинят в нескромности, которые просто очень сильно выступили на прошлых индюшатах сфере, все три группы. И, собственно, ну что такое новая сцена? Это семь-восемь музыкантов, которые вот, как бы, переходят из группы в группу, реализуя те или иные свои творческие идеи. Вот, подобным образом, где-то к концу 91-го года образовалась группа «Черепахи». Там очень интересный состав, а именно половина музыкантов, барабанщик и гитарист Макс Бондаренко, они группы «Эльда», вокалисты-басисты там новые, и вот родилась группа даже с нетипичным сломом для новой сцены. Ну, это вот такое мрачное, депрессивное звучание, и очень небанальные тексты. Очень небанальные тексты. Вот такая вот группа «Черепахи», она вторыми выступала в нашем отделении. К сожалению, фонограмма индюшат не такая по качеству, как нам бы хотелось, и чтобы ваши руки и уши не шокировать треском и всем прочим. Значит, мы, наверное, потихоньку о «Черепахи» переползем к следующему участнику фестиваля. Саша, я позволю себе закерзать удочку на будущее. Вот, может быть, просто вы как-нибудь к нам еще придете, и мы сделаем передачу, посвященную украинскому року. Ты не против? Я с большим удовольствием. Вот что патриарху скажем? Ну, Шура как бы основной такой ретранслятор идей украинского року, на нормальном уровне, вот, в русские просторы, так что, как бы, ему и карты в руки. Никто с таким, как бы, фанатизмом, распергенением, совершенно верно, и фашизмом, вот, не насаждает на наших просторах украинизм, вот, украинщину, украинство. Вот, и прочие элементы, вот, украинского року движения. Ну, а мы, наверное, перейдем к третьей группе. Итак, к третьей группе, вот, это группа Зангези. Саша, вовлю, круто же. Да, ну, группа Зангези, в общем, наверное, там все группы как-то любимые и организаторам, в частности, мной, и к ним какое-то теплоотношение, но это вот такие вот разряды любимчики, наверное, у меня профессиональная со-школа, потому что в свободное от руки мирового время, я могу спросить, что в специальности, где-то в дипломе написано «педагог», если я правильно говорю, вот, и, ну, в общем-то, как-то хорошие педагогы, наверное, должны быть свои любимчики, за такой рабочий момент, что я не плохой педагог, вот. И, Сангези, вот, как-то тоже, я к ним очень воспылал, воспылал, когда небезызвестный Сергей Геннадьевич Гурев вытащил меня где-то в конце октября, в какой-то ДК полузаброшенный, я по-насу... Курчатова. Да, с удивлением узнал, что там и Курчатова, где плота, плота было и тоже, мы теперь уже оброшены. Вот, и там, смотрю, выходят такие молодые ребята, чуточку в меру нагненькие, в меру свеженькие. Вот, и так, бах себе такие, вот там тебе кусочек элементов края, там тебе кусочек хорошего вкуса, там просто что-то свое, вот. Ну, и я купился, как-то с ними познакомился, и, собственно, у нас большинство присутствующих вот здесь, они памятны по тому историческому концерту звязки, как-то рвешь, наверное, проверяй. В принципе, кстати, надо сказать, что саунд, существующий в пространстве между элементов края и стрейклесс, обладает неслыханным потенциалом душевности, мягкости и стильности, то есть это потенциально крайне стильный саунд, вот. И особенно, если он инкрустирован такими обаятельными личностями, как там вот Ваня Поляков, Рома Кергартин, наконец, вот ингредиент рук, находящийся в наших рядах, вот где-то в диаметре метра от микрофона. Типа строя, он ворвался, выпадил у нас микрофон и его слово. Да, в первую очередь, Роман, он не Гергартин, что-то случилось. Да, но мне очень приятно, дорогие радиослужители, что вы снова слышите мой голос, потому что я не так редко бываю на данной... Вот, я же в целом, на их ручке. Но в то же время мне сегодня хотелось выразить очень слова благоклинательные, присутствующие здесь, Александру Кошнирову и Сергею Гурьеву. Все же они, мне кажется, занимаются делом благим, поскольку ситуация сейчас такая, что, в общем-то, не мы здесь являемся. Ну, собственно, я и хотел сказать сегодня. Саша, ну вообще, наверное, трудно не видеть любилчиков таких музыкантов, которые выходят на сцену и говорят, что песня Лорд Байрон 20-го века посвящается Александру Кошмиру. Ну, вот Вы меня сбили, совершенно полны, потому что я хотел оборудовать вот этих музыкантов. То есть, ты понял, какая история хорошо вообще, что как бы спасибо нам, что вот лучше из того, что присутствует, вот из всего, что вот это лучшее, как бы обратило. Нет, ну понятно, что инфраструктуры нет. Но, а тут такой подхалимаж, я думаю, не конструктивальный даже, а вот духовный свет идет из этого подхалимажа, ну просто есть и такой вид. Душевный свет. Да, наверное. А что касается их выступления, ну просто они находились на фестивале, к индюшатам, наверное, надо вернуться все-таки. Они находились в такой эйфории, я Вам сами открою коммерческую, они за день или за два до индюшат купили то ли... Мы буквально недавно купили орган и контрабад, так что я хочу делать официальное объявление, что в этих контрабад мы больше не нуждаемся в плане их поиска. Вот, то ли контрабад, то ли виолончели, я куплю, значит. И вот такая эйфория у них была. Значит, они на сцену вышли, когда, понимаете, главный конек в Зангезе, это свежесть и такая вот родная, не купленная аристократичность. Свежесть, легкость, вот собственно, ну тут как-то, ну я даже не знаю, вот. Но я очень надеюсь, если мне память не изменяет, они через несколько дней будут играть. Стёп, где? Ну у нас два фестиваля, мне кажется, планируются, насколько я понимаю. Это, ну, в первую очередь фестиваль в МГУ, то есть университетский фестиваль, на котором мы, как ни странно, прошли тур отбора фонограмм. И вот теперь надеемся на отборочный тур, и всё же пройти на финальный концерт. То есть я надеюсь, что будет та легкость, та аристократичность, о которой сейчас говорил Саша. Ну, в общем, вы поняли, что это из оперы «Кукушка хвалит петуха». В общем, мы тут весело работаем, конечно. И, вообще, конечно, люди, они очень творческие, забрёл я к ним туда вечер на днях. Значит, на кухне такой творческий процесс, я смотрю, значит, пишется новый хит. Пишется новый хит, значит, группа… Позволю поправить тебя, Саша. Дело в том, что новый хит не писался, а просто старый хит, переводился на мой бой в язык. Всё, гломал, совершенно. Второй разговорю невозможно работать. Значит, и долго не ломались, но потом зачитали мне текст его. И я смотрю, какие-то такие инстонации, вы знаете, как битер дует во скучной трубе. Вот, я говорю, что вы делаете, что за интернациональный язык, там какой-то менеджер крутой носился на индюшатах, с ними там вроде контракт на интернет-отраном Генилюк заключил, где-то на потнюю осень там. Что вы делаете? Они говорят, ты ничего не понимаешь, это монгольский, международный язык. В общем, то есть, вот творческий подход, такой композиционный, перекладывание с русского на монгольский, я думаю, это нечасто встречается в наших группах. А сейчас, наверное, есть смысл, и послушаем. Вот хотелось бы, чтобы прозвучала одна вещь, которая уже стала такой восходительный, добрая, что мы начинаем свои концерты, все свои выступления именно с этой вещи. Но, правда, сейчас прозвучит более раннее троцомка, то есть, которая была записана чуть больше года тому назад. Хотя, обалденным качеством сомпозиции это не отличается, но зато там есть такое настроение и свежесть. Называется сомпозиция «Китай-город» и посвящается она, безусловно, к тому самому «Китай-городу», который находится в самом центре нашей истории. И как, собственно, легкость, аристократичность, творчественный подход, другими словами, группа «Занведи». Так прозвучала композиция «Китай-город», который будет посвящаться именно «Китай-городу», то есть нашей родной столице, а не Александр Кушниров, который, я надеюсь, сейчас приступит к разговору. Ну-ка, давай. Александр Кушниров передает мне слово, и я должна вам, дорогие друзья, сказать, что вообще на фестивалах нарожили сожнику, которые очень вынуждены отношения. На фестивалах бесплатно кормили петербродами, снимали нас на фестивале. Снимали все, что родители живут в городе Гурьеве. Отличную видеодерсию фестиваля «Индексар». Из Питера специально приехали люди продавать пластинки, плакаты, фотографии. В общем, все было здорово. Должен сказать, пластинки шикарные были, вот это вот продукт великого Андрея Тропила, то есть продавалось буквально все. То есть от «Зеппалин», «Боба Марли» из «Соджис» до достаточно свежего «Ли Луи Рида». То есть человек, которого стоит закрыть грудью. До достаточно свежего, от уникального альбома «Луи Рида» и «Джона Кейла» в «Солнство Дрелла», посвященный памятой Энди Уорхова. То есть вот как это все очень настраивало на определенный лад. Ну и, наверное, мы теперь будем разговаривать о следующем году, а следующей группой в следующем моменте в этой программе выступал «Малюта Скуратов». Ну, это вообще интересная группа «Малюта Скуратов» в том плане, что группа, у которой из-за нас откликов, потом мы подходили, и после концерта был просто диаметрально противоположный. От такого жестокого непонимания, ну и что ты, кушнировник, нашел, до каких-то там лабызаний, что это круто, это вообще очень уместно, какой-то свежий ветерок. На самом деле все очень просто. Все объясняется одной фразой. У ребят это был первый концерт, вообще первый концерт. Ну, по-моему, он хочет, чтобы тепло принимала публика. Надо сказать, во-первых, что вписывал ее Лёва, уже поэтому, конечно, встало вписать, чтобы как-то, да, кинуть массу там эту кость. Кроме того, в ней на гитаре играл удобный друг Смит, что тоже там, как бы, ну, такая рекомендация, равная, которому трудно спускать. Вот, на, как бы, нашем небосклоне интеллектуальном. Ну и кроме того, Шура сказал, что они снимают Псакик ТВ, а у Псакик ТВ есть замечательный трехчастный клип «Терминус», один из моих любимых клипов, вот, в репертуаре видеоиндепендента западного. И когда он это сказал, вот, плюс Лёва, как бы, не оставалось ничего, как всеми, вот, фибрами поддержать эту идею благую. Ну, и, в результате, она, конечно, реализовалась в жизни. Ну, тут хочется как-то, мы гоним, гоним, как всегда, вот, спешки в этой все-тошной московской жизни, просто вспомнить, что, естественно, какой-то существовал достаточно жесткий отбор на фестивале. И совершенно не кокетничая, просто я констатирую факт, что очень много групп, да, хотели сыграть на фестивале, именно на этом фестивале, но фестиваль не резиновый, и просто не все смогли сыграть. Я еще раз пользуюсь эфиром, извиняюсь, там, кто, ну, скажем, не вписался. И состав, казалось бы, был уже однозначно определен, когда вот такой телефонный звонок раздается, вот здесь интересная группа, значит, за день до фестиваля я прослушиваю кассету, кассета такая, ну, экзотического вида, значит, и название альбомов, там, два, там, один, я помню, злые собаки, и название вещей, какие-то такие, косят под экстремизмом, там, убивайтесь их подряд, там, и так далее. Я думаю, вот интересно, достаточно, спрашиваю, ребята, сколько вы играли, они говорят, в общем-то, ну, наверное, первый раз сыграем, вот, но немножко настороживал, что там не живые барабаны, ну, так, подумал, что это все комплексы, вот, и когда они отыграли, предположения, в общем-то, оказались правильные, что это никакой не экстремизм, это легко и весело проповедуется гиперэкстремизм, вот, и вот эти полярные отклики, они вполне объяснимы, и когда в спокойной обстановке сегодня утром мы, как примерные школьники, готовясь к эфиру, просмотрели видеозапись, так сказать, только лишний раз убедились, что интересная группа, мы, Люта Скуратов, постараемся по мере возможностей давать им возможность поиграть на сессию. Но живые барабаны нужны им, как и всем, как работе Хоу, кстати. Вот, перед вами яркий пример комплекса, вот, живые барабаны, это рот. Какой это не комплекс, на самом деле, машинку уже задолбало, совершенно слышать невозможно, это кошмар, она бьет по мозгам со страшной силой, и на самом деле человеческая все-таки в ошибках, а не в правильности впадания в ритм. Душа-то где? А у меня вопрос, а в «Чистой любви» в первом составе там, кто на барабанах играл? Дубоватый, но темпераментный молодой человек по имени Рыб. Сергей Геннадьевич цитирует фразу из знаменитого Таллинского и Типоградского «Рыла», это вы просто слушаете внимательно, про дубоватого молодого человек Горы, и вы поймете, кто в «Чистой любви» играл на машинке. На концертах этого не было никогда, спешу заметить, и не будет. Дорогие критики, давайте все-таки дадим возможность радиослушателям оценить живые и неживые барабаны. Я все понял, в эфире «Малюта с Куратом, Москва». «Малюта с Куратом, Москва». «Малюта с Куратом, Москва», «Малюта с Куратом, Москва», «Малюта с Куратом», 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 «Малюта с Куратом». Ну, вот такой вот малют-оскуратов из Москвы, и чтобы вы поняли, насколько это вот там все было свежо, и действительно атмосферу группы играет первый концерт, ну, это, я не знаю, первый концерт можно сравнить только, наверное, с первой брачной ночью, у группы даже не было названия перед концертом, и на выборхе это были три названия, вот, предложены, говорят, ребят, ну, малют-оскуратов как раз то, что надо, вот под эту музыку, вот так вот они пошли, как малют-оскуратов. Да, это великая, на самом деле, традиция называться вот именами гнусных апокальных личностей Юрая Хип, Урфин Джуз, малют-оскуратов, кто четвертый? Вакансия открыта. Итак, группа малют-оскуратов закончила со своим выступлением первое отделение концерта Индюшата, ну, и мы делаем маленький перерыв для рекламы. Я, дорогие друзья, хочу вам сказать, что 6 апреля в театре и сады состоится концерт московского пик-бэнда под управлением Георгия Гораняна, корпорации ИСНЩИ. В концерте принимают участие заслуженный артист РССР композитор Алексей Козлов, аль-саксофон, заслуженный артист РССР Алексей Кузнецов, гитара и вокал Юлия Симоновская. Ну, а теперь мы переходим ко второму отделению Индюша. Надо, кстати, сказать, что это отличные музыканты. Перед тем, как прозвучал сигнал о начале второго отделения, хочется еще раз обратить внимание на тот момент осознанной элитарной малочисленности в зале. Еще раз пользуюсь эфиром, хочу поблагодарить, что происходит в наше вот это время дурдомовское. Очень много журналистов из самых разных городов приехали в основном за свои деньги на этот фестиваль. Ну, вот как-то мы начинаем потихоньку отвлекать от этого, вот от такой человечности. То есть, кого-то занесло из города Прага, кого-то из Дальнего Востока, из Пензы, из Перми, из Твери, из Харькова. Я хочу, кстати, вот воспрепятствовать руганье в адрес текущего времени. Время плохое, а стало быть очень хорошее. На самом деле, чем хуже живется, тем лучше все это для творчества, потому что творчество рождается в условиях напряжения. Когда жизнь слишком комфортная, никакого творчества нет. А как только вот какие-то бытовые условия становятся совершенно невыносимыми, возникает необходимое духовное напряжение для того, чтобы из человека выдавливалась высокая драматическая трагическая жизнь. Расцвет германской поэзии, как известно, был в середине XVII века, в эпоху 30-летней войны. Вот, как только война кончилась, наступила полная лажность германской поэзии, которая не прекращается и по сей день. Поэтому время сейчас отличное, надо ему радоваться и молить Бога, чтобы, не дай Бог, у нас не стабилизировалась экономическая обстановка. И последняя мысль, не по теме или по теме, у нас в журнале «Контркультура» был такой, был и есть очень-то политический сотрудник «Серега», специалист по телегам. И вообще, такой вот определенный ауру он взносил в ремеселеки журнала. И, так как он прослушался стажем значительно большим, чем у меня, он меня учил часто, что вот раньше, когда Бог первый раз, Майк приезжали в Москву, раньше были рок-концерты совсем другие, какие не думали. Какие вообще тут могут быть другие концерты? Он говорил, ты понимаешь, Шура, в принципе, Тененблок, но вот когда мы приходили на рок-концерты голодные и так далее, каждый человек, который был на рок-концерте, это был хороший человек. Он мог и писать, или он мог взять док. А теперь посмотреть, что происходит на рок-концерте. Ну, знаешь, в принципе, без комментариев, народ из нас не служит опытным. Вот, и именно поэтому, и только поэтому, и Дюшата проводится вот где же там, вдали вот, от этой суметы, от всей этой текучки московской, когда вечером мужик, парень, пацаненок, значит, субботный вечер хватает в герло, ну и что, куда пойдем? Да пойдем, что ли, на рок-концерт, там, Россию спасать и так далее. По всяким делам. Ну, пауза, возвращаемся ко второму отделению. Открывал второе отделение «Индюшат», открывала группа «Колежский асессор Ивсиева». Вот это, Горев не проживал, и на нем хотелось бы быть выделенным. Это вообще без претендентов, по-моему. И «Колежский асессор» — это именно та группа, про которую, если у нас тут не выгонят, следующая смена, мы хотим рассказать в самом конце. Для этого есть ряд обстоятельств, и частично познакомить вас с ними поглубже, поподробней. А после «Сессора» выступала группа, перед тем, как я назову ее название. Но, пожалуй, это единственная группа, где я скриптосерстно «Индюшат» играет малоизвестная группа, известная только устным специалистам в области русского рок-андеграунда. А «Индюшат» — достаточно раскрученная команда для Питера. «Индюшат» — один раз сыграл на руку против «Рока». «Индюшат» — 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 «Индюш 19-20 на территории Германии, он назывался модерн. В Англии, скажем, он назывался Либерта и так далее. Вот, скажем, в стиле модерн в Москве выстроен знаменитый особняк Рябушинского, он же дом музея Горького, архитектором Шеффелем. И стиль модерн, он очень перспективен для того, чтобы рождались какие-то яркие индивидуальности. Например, что такое классицизм? Классицизм – это здание, которое идет от внешнего вида. То есть торжественно строятся там вот внешние стены здания, эффектные колоннады такие мощные, утверждающие порядок, утверждающие там какую-то вот торжественность, социальное спокойствие, благополучие и мощь. То есть это самый такой тоталитарный стиль в архитектуре, который идет от внешнего. А все самое творческое, все самое талантливое идет изнутри. Вот модерн как раз этот стиль идет изнутри. Внутри вот здания строятся какие-то очень иррациональные какие-то текучие, полные всевозможных ставитков, каких-то очень извилистых окон, извилистых оконных сборок, извилистых разных стырных ручек, дверей, собственно. От них идет уже внешняя форма здания, которая в общем торит этой извилистости и иррациональности, и снаружи получается полное безумие. Вот что как раз явилось в особняке Рябушинского. Ему, кстати, огромный ущерб нанес вот Горький Максим, может, Алексей Максим, как там по батюшке, пишет, пишет. У него там на камине была такая модерновая бабочка ночная, очень зловещая, очень красивая и вместе с тем плавная. Ей не скажешь, что вот она из камня, совершенно воздушная была бабочка. Этот козел ее боялся, но и стесал с камина. В результате чего он нанес непоправимый ущерб интерьеру особняка Рябушинского. Необходимо, кстати, эту бабочку восстановить. Вот я взываю ко всем, от кого залить из дальнейшей жизни этого особняка, восстановите бабочку. А сейчас надо, чтобы сыграла группа Югенстрия. Сейчас такой в эфире раздастся характерный щелчок. Вот, и мы вернемся от бабочки, вот на ее крылочках, так называемой питерской новой музыке. Хотелось бы все-таки сказать, что на фоне вот этой архитектуры мы не слышим, а так называемой новой питерской волне. Я имею в виду, прежде всего, группы Зидиан Штиль, Монумент Страха, Депутат Балтики, Морская Храун Мидер, Пуксы. Частично их представляют достаточно интересным, понимая, что в тех же журналах новая музыка. Это те группы, которые играют довольно актуальную, современную шумовую музыку, но и, как правило, в одни ворота, в одну кашу избирают вот эти середины по двух клубах. Домашки. И нам, как-то вот симпатичной группой такой волны, значит, чтобы это все не было голословно, ну, давайте послушаем. Значит, заводим Раду. Это была Рада. Мы поплывем дальше по волнам Индишад, а волны нас принесут. Не знаю географически, как эти волны пойдут, но рано или поздно они валятся в реку Днепр, и так под Днепру, под Днепру, судя по всему, против течения, бац, и там уже стоит женщина с мячом, город Киев. Город Киев предпоследними выступали, аккурат после Рады, группа Шейк Хайфлай. Ну, тут сразу же можно стилистики не говорить, потому что в названии все сказано, Шейк высокого класса, с легкой такой, бедой, натяжки. Вот Шейк Хайфлай – это дневностная группа, которая на фестиваль попала автоматом без прослушивания вот той огромной печи пленки-паналерам. Ситуация осталась таким образом. Раздался звонок из Киева, потому что новая команда образовалась Шейк Хайфлай. Я попросил он назвать состав, когда мне прошли фамилии, значит, вопрос о участии в Шейк Хайфлай фестиваля был решен автоматически. Ну вот, честно говоря, директор-организаторским опытом совершенно ничем не рисковал, потому что состав там, говоря интеллигентным языком, просто чумовой. Судите сами. Вадик – гитарист, играл в последнем составе «Телешко-орсессорами» вместе со Филем Гайденко. Андрей Салехов и Игорь Филио Фильген составляли в свое время две трети Иванов Дауна, о котором мы сегодня уже говорили, а именно его ритм-секция, соответственно, бас и барабаны. И, наконец-то, Томила Мазар – это такая культовая кинская фигура с высшим музыкальным образованием, которая играла на виолончиле. В интереснейшей степической группе Сахар – Белая Смерть Сукар – Белая Смерть и, опять-таки, подним в составе колледжского аксессора. И вот эти вот все такие четыре крупные единицы, все Сукар – Телешко-орсессорами из Кланды Граунда обвинились в одну команду Шейк Хай Фай. Это был их третий концерт. Ну, помимо того, что я сказал, что это Шейк Хай Фай, они играют Индастриал с таким вот кремом в хардкор и вместе с тем все это сопровождается резкой гитарной партитурой и нервной ритм-стекцией. И где-то в конце выступления группу так и тщательно прошила, пошел такой вот беспримерный героический драйв, который достиг к его максимуму на последней композиции. Испанские летчики стоят давно, но там текст примерно такой, герой по памяти. Испанские летчики стоят давно, испанские летчики видят сны, и каждую ночь, и каждую ночь бои. К сожалению, группа молодая и у меня нет еще своих демозаписей. И я вынужден с неохотой оторваться вот с этой любимой мной темы киевского рок-н-деграунда, который сейчас действительно уже трой или третий год на подъеме. И перекинуться на хозяев фестиваля, перед которыми мы снимаем шляпу, они очень много сделали для того, чтобы фестиваль все-таки состоялся. В частности, перед фестиваль мы перепаивали аппараты, меняли барабаны. Напомнить, что хозяева. Хозяева, ну, это Володя Тихомиров, из-за товарища. Володя Тихомиров, редактор такого очень веселого журнала ХСМ, это аббревиатура, я думаю, настоящие любители рок-н-деграунда знают и любят этот журнал. И, в общем-то, сделали все, что могли, чтобы вот этот фестиваль состоялся. Даже при подготовке возник такой экстремальный момент, когда третья площадка спонсоров арестовали, и, имею в виду, не их наручники, а их спонсор стечет, и люди были готовы выстоять, умереть, но выстоять, то есть, влажить свои деньги ради того, чтобы фестиваль состоялся. Кому редкий пример нынче, хотя Сережа очень впалит наше время, но, тем не менее. И команда местная Рефолазуйская случайная связь, раньше, если мне память не изменяется, она называла «Зубатые игрушки», завершала фестиваль красной строкой «Род Лайн». Случайные случайные связи с лидером Лешей Барычевым, но мне они симпатичны тем, как они так очень мило прошли параллельно в декабре мимо фестиваля «Сырок», и вот теперь как-то осознанно явились одними из организаторов «Нидишак», и все это было очень уместно, все это было очень славно. Музыка, что касается их музыки, так там они считают, что это может и не самое ведущееся выступление, там, для примера привод с дачных концертов в Саратове и так далее. Вот, мне очень по душе пришелся такой прием, музыканты его называют на самом деле «флик аут», эффектное использование перехода от тихого звука к громкому и наоборот. Достойный такой был конец фестиваля, случайные связи с 22.05, все это безобразие, вроде бы, прекратилось, безобразие, в кавычках, милое моему сердце. Я вспоминаю последние 15 минут фестиваля, когда ко мне подскакивали за кулисами какие-то незнакомые люди и говорили «Аминь, зашхабада, можно мы последний месяц сыграем? Организатор с чашкой чая горячего «Ты чай пить, блин, будешь?» и милиция, которая рвалась за другими, как сельсинами, с ней взялась удивительно корректно, просто беспримерно. И вот, так сказать, на случайных связях пожалуй, это все и закончилось. Вот если вы помните, мы сказали совершенно не останавливаясь и переключаясь на другую схему, про одну группу мы поговорим в конце. Итак, эта группа, конечно, «Асессор» это тоже, наверное, одна из любимых группы, тоже украинская. Если говорить о моих впечатлениях, то, мне кажется, этой группе смысл не такая звукно-украинская, такая размеренность, неторопливость и основатели. Ну, а музыка, они тут в скорости чумовые. Хорошо. Ты можешь дополнить? Я нет, вот Сережа не считает. Я не считаю, потому что «Колежский асессор» во всяком случае в всем новом составе, где там Вася чуть ли не на одном сутре сидел со своей супругой Наташей, это было совершенно фантастическое зрение, даже зрелище, даже не по звуку, в общем, там звук был еще довольно неуверенный, сырой и так далее, а просто по какому-то ощущению и лучам, которые шли от группы, была какая-то у меня личная ассоциация, вот я не побоюсь этого слова, с Текстинской Мадонной, как будто вот она вдруг распалась на живых людей и образовалась на сцене, то есть, в общем, ничего такого не происходит, никакой виртуозной игры, непонятно даже, что люди поют, потому что Наташа Петя очень боялась, она там еле шептала что-то в микрофон, но какая-то такая вот действительно святая волна там шла в зал, что, невзирая на это, вот вся аудитория, которая туда собралась, ну нельзя сказать, что какие-то были люди, ну выдающиеся специалисты в восприятии сложных духовных явлений жизни, тем не менее не было ни одного свистка ничего и все, затаив дыхание, слушали, ловили это светлое серебряное излучение. А потом безудержно аплодировали. Субтитры создавал DimaTorzok